всем привет мои котики доброе утро у нас 22 градуса солнечное будет очень-очень жарко интересно что это ребята будут делать какую-то штуку разворачивают может быть тут я вас поздравляю с первым днем августа все последний месяц лета начался пролетит также быстро как и и лето остальное полина как обычно потеряла свои тапки боже я не могу это просто жесть и реполь ну объясни мне пожалуйста но мы шо с папой миллионера кофту одну потеряла кофту вторую потерял потеряла тапки потеряла бутылки вечно что-то какая-то батуты классно тапки тапки которые для бассейна ну я конечно понимаешь они стоят доллар пятьдесят я брала тогда самый дешевый в доллар три но все равно не репорт ну сколько можно ты постоянно теряешь свои вещи честно я я не знаю как бы мама купи мне вот этот классно тыл к 20 баксовую полин это бутылка ты и сегодня купишь на даже до ланчета вода kids club они даже вот вот честно серьезно вам говорю я за эти 20 долларов я тебе еще весь год буду покупать эти бутылки пошит их каждый день теряешь это просто не знаю как люди покупают детям дорогие нормальные вещи и короче зашли в kids club спросили девочки искали что посмотрит но я так обошла территорию я их не вижу то есть если по ней где-то были так вот на виду не будет а были а так я сейчас иду домой и буду собираться мне на час сорок пять напомним это в финну вчера у меня вчера бы последний день июля соответственно сегодня нужно платить за квартиру и у меня вчера не прошел платеж своей карты так как деньги не успели зайти на крыше я с дебета скинула деньги себе на кредитку и они были в обработке и мне пришлось смс из агентства о том что платеж не был проведен так как достаточно сыра средства ну естественно 1125 лишних еще которые второй раз за квартиру плати второй раз пошли же сняли у меня как бы не было сейчас мне нужно поехать и с ними на эту тему поговорить потому что прошлый раз именно тоже сняли в конце не первого числа обычном как бы мы ездили оплачивали первого числа меня в общем надо поехать и попросите чтобы они мне звали автоплатеж на первое число первое число каждого месяца потому что последний день месяца я закрываю карты белочки в ноль закрываю у меня еще одной суммы за квартиру меня нет ну короче надо теперь поехать туда оплатить квартиру и так чтобы у меня ты красоточка красоточка ты да ладно надо не боюсь чтобы у меня еще как бы два раза не сняли за квартиру в общем поеду поеду разбираться собрала там себе уже весь чемодан вещей которые с собой возьму там один сертификат 2 сертификаты там про английский и не про резюме круче тишь у меня был она собирала собой не знаю что это будет за встреча посмотрим поеду фок сегодня обещаю 32 градуса полностью солнечная погода то есть без тенечка без облачка без ничего но пока еще в принципе дует свежий ветерок так аж прекрасно улица хорошо но когда будет 32 я не знаю нужно засохнуть будет и собственно все все дела новостей никаких я так честно вам скажу немножечко расстроилась потому что август последний день последний месяц лето и как-то так все быстро короче очень быстро время и я расстраиваюсь по этому поводу я расстраиваюсь потому что очень быстро пролетело время вообще ладно потом я расскажу вам что там было справилась сейчас час на четыре я иду в офис не такой по прямой там минут десять эти в общем в чем в чем была ой в чем была проблема вчера у меня в 11 часов вечера снимался платеж за квартиру и он не должен был сниматься вчера должен сниматься в первый день каждого месяца и я пришла и говорю так вот так вот такая-то проблема никогда мы видим что у тебя типа была отмена что ну короче проплаты нет понятное дело вот и я говорю ну а почему вчера показала смс она говорит это странно мы снимаем первого числа и вот как бы на тот момент когда снималась эта платежка ну я как бы не пополнила карту не скинула с дебетной карты на кредитку деньги ну не закрыла месяц и у меня был отказ потому что у меня достаточно было средства она говорит еще такой момент странный обычно кредитка даже есть у тебя там допустим 100 долларов а тебе нужно заплатить тысячу все равно этот платеж пройдет то есть когда ты когда-то использовал свой весь кредитный лимит ну тебя допустим стоит платеж за телефон за квартиру этот платеж весь снимается ты потом погасишь ну просто больше закроешь карточку а мне отказали потому что у меня там не было суммы месячной суммы за аренду мне как бы банк по иписи файнэнши дал отказ ну в общем как-то странно она говорит ну в общем спроси у них и все я говорю вы понимаете у меня как бы проблем нет я бы 31 числа закрыла все потому что я знала что у меня будут первого снимать ну как бы деньги если то что там у нас их нет она мне чем платить за квартиру нет я говорю просто говорю платеж снимался снимался раньше я не была к этому готова она говорит вот тебе этот момент нужно уточнить потому что проблема именно в том что денег не хватило был отказ и вот мне пришлось сюда ехать она говорит это была кредитка или дебетная карта а сейчас как я получу арматура по голове вот а я говорю нет это была кредитка ну одно дело да когда у тебя сколько у тебя есть на дебетном счету столько с тебя и снимут то есть если у тебя там 100 долларов Вадиме нужно заплатить тысячу сто это твои проблемы а с кредитки обычно снимают я же говорю столько сколько нужно я говорю не 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 это была кредитка и поэтому вообще я не думала что у меня будут какие-то проблемы она говорит ну вообще как бы если ты про есть идет просрочка платежа то ты платишь 60 долларов за каждый просроченный день а я говорю ну вы видите у меня снималось вчера а не сегодня если бы я снималась сегодня у меня бы все становилось у меня было все в порядке а то говорю у меня снималась вчера она говорит значит вам ничего не нужно платить это не ваша вина ну короче я заплатила тысячу сто двадцать пять за квартиру ну как бы на этом все вот момент в том что просто PC financial списывает или не знаю кто списывает в общем снимается платеж в последний день месяца но должен сниматься первого числа и вот такая вот как бы проблема я помню что у меня было то же самое в прошлом месяце в июле и дело в том что смс-ка деньги снимаются в последний день а проводка по транзакции по истории операции по транзакции операция была сделана 1 июля а не там 30 июня точно так же и сегодня они бы мне сделали транзакцию 1 августа ну то короче что непонятно вообще какая-то херня почему так из этого у меня вот такая вот проблема мне пришлось ехать в агентство ну в общем главное что я так не задави меня главное что я заплатила за квартиру все порешала и теперь как бы буду знать просто что мне нужно закрывать месяц как я это делаю немножко раньше я просто забыла честно скажу я думала я сейчас покупаюсь лягу я поперекидываю деньги как бы все а получилось что я ложусь беру в руки телефон и мне в одиннадцать часов пришла ли смс-ку что вот отмененный платеж представляете то есть спасибо очень приятно в общем как то так я побежала в уфи я уже почти пришла и я потом вам расскажу что это интересно строят жилой дом будет или какой-то центр я вам потом расскажу что мне что у меня там было сейчас час 0 9 мне еще 35 минут ждать аппоинтмента ну я пока дойду ой громкий очень попался пойду лучше там посижу потому что на улице очень жарко 30 градусов прям можно раскиснуть в общем я пошла увидимся в общем я шла-шла и решила завернуть чуть-чуть посеть в этом парке в тенечке после водной арки фух вот так жарко что капец ооо классно фух он такая пойду там немножко посижу в тенечке отдохну я только когда села здесь Ой, поняла, что я сижу во дворе библиотеки. Это Millenium Library. Такой дворик. Вот так. Прикольно. Конечно, 23 минуты я решила уже идти, если что там, еще подожду. Ярочка такая классная, дает некую раскладу. Сейчас чуть-чуть побрызгает. Пошла я, посмотрю, что там да как. Я сходила и расстроилась. Встреча у меня была тет-а-тет. Девочка поспрашивала у меня моменты про работу, про волонтерство, про то, когда я приехала. В общем, много чего поспрашивала. И, говорит, я вам назначу консультанта. И встреча у меня будет с 9 до 9.30 27 августа. Это, конечно, все классно, но у меня нет времени ждать 27 дней на то, чтобы со мной о чем-то там проконсультировались по поводу, как составлять резюме, как ходить на собеседование. В общем, я ей показала свое резюме, она мне говорит, ну, в принципе, выглядит неплохо. Вот это чуть-чуть там переделай, добавь там опыт работы, убери образование, которое project management. Короче, немножко исправить. Окей, хорошо. Ну и все. 15 минут это все у меня заняло. Чтобы мне сказали, что 27 числа у меня будет какая-то с ней встреча. Сейчас сяду, сделаю резюме под одну вакансию, которую я нашла в интернете. Там можно отдать резюме только онлайн. Ой, что я вам говорю. Ну, то есть прийти лично, отдать по адресу резюме. И, наверное, завтра поеду и отвезу им мое резюме, потому что, ну, 27 дней. Это, ладно, сегодня первая типа закончилась. 26 дней. Это очень много. Ну, что смысла сидеть 26 дней? В общем, я расстроилась. Честно скажу, я расстроилась. Значит, пойду понесу. Я ей говорю, я нашла вот эту позицию, вот эту позицию. Думала, может, она мне как-то подскажет, чем-то поможет. Но нет. Нет. Показала ей резюме. Она говорит, вот это вот там добавить, убрать. Она все, я думала, может, как-то мне что-то... Ну, я не знаю, скажут там, какие-то выводы у них есть. Может быть, какое-то крикоторговое агентство. В общем... В общем, скорее всего, завтра я поеду туда сама. Не, скорее всего, а поеду. И... Надо еще решить, когда, поскольку, где-то поеду. Повезу резюме. Потому что, конечно, это все классно. Ну, зря потеряное время. Зря ждала... Этот... Этот... Апоед Мэн Двофи. Ладно. Пойду бы уже кушать хочу. Пойду покушаю. И сяду делать резюме. Привет. Сделала я резюме. Не могу распечатать. Краска закончилась сегодня. Пойдем с Полинкой сейчас гулять на площадку. Зайду. Куплю краску в этот... В принтер. И распечатаю. И завтра поеду. Ой, Белочка. Белочка. Быстро. Белочка. Убежала. Сейчас заберу Полинку. Покормлю. И хочу купить все-таки краску. Распечатать. Сделала конкретно уже. Ну, просто конкретнее не бывает. Под... Убрала свое образование. Оставила только в миграционном центре вот эти вот два курса, которые я прошла. Курсы английского. Оставила... Курсы бухгалтерские, которые в Харькове проходила. И все. Убрала. Убрала. Айти. Когда я проходила этот... Господи. Тестирование. На тестировщика. И... Мастера Дегри. Короче. Бакалавра. Специалиста убрала тоже. И опыт работы оставила. Из объявления. Переделала. Что нужно делать. Я написала, что я это делала. Ну, не все. А то, что я делала. Десять наделала. Прямо перекрутила. Вставила. У меня там, грубо говоря, голые четыре строчки просто получились. Ну, короче. Завтра поеду отдам. Хочу еще одно резюме переделать. Но. Я лох. Я им уже отправила. Я им уже отправила на email резюме. Я не знала. Они здесь недалеко от Полина школы. Я думала зайти. И лично им отдать. Ну, так как я уже отправила. Отправила там со всеми своими образованиями. То, наверное. Потому что они меня не запомнили. Не знаю. Я не знаю, что мне делать. Нужно мне переделывать. Убирать. Печатать. И идти к ним туда отдавать. Лично. Или уже это. Или они меня даже не видели. Не дошло это резюме им. Ну, в общем. Наверное, тоже переделаю. И схожу. Завтра им. Тоже занесу. И все. Надо мне краску купить. Ой. Пахнут цветочки. Цветочки. В общем. Я так честно скажу. Я под расстроилась. Девочки мои. Разговаривала с моими девочками. С миграционного центра. Ищут работу. Ответа ноль. Отправляют. Отправляют. Ответа ноль. Я же говорила. Я честно не понимаю. Надо тебе. Взял. Человека. И все. Работаешь. Зачем. Ладно. Ладно. Не будем их ростом. Я пошла за Полинкой. Заберу ее потом. Что она там расскажет еще. Как она там плавала в новом купальничке. Увидимся. Здрасте. Как у тебя дела? Бассейн сегодня был. Вон спускается вода. Так что плавала. Как тебе новый купальник. Хороший. Тебе понравился? Было с тебя с кем дружить? Угу. Что ты там делаешь? Угу. 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 Что делала? Рисовала. Тапки. В стране. В той же стране, что и две кофты. Тапок нет. Кофты нет. Басанове все. Ну. Нет слов. Просто у меня нет слов. Мама. Я их где-то оставила в бассейне. Они специально. И они куда-то исчезли. Поля скажи просто. Ну вот имеет значение специально. Ты оставила или не специально? Тапок нет. Они появятся от того, что ты не специально их там оставила? Угу. Кофты появятся у тебя от того, что ты где-то там их потеряла, положила, забыла, там еще что-то. Скажи, появятся кофты? Угу. Нет? Легче от того, что ты это сделала не специально. Угу. Угу. В общем, мы пошли домой. Быстро иди. И я иду покупать принтер. О, боже мой. Картридж для принтера. Ну и завтра поеду. Новостей никаких. Была выборка сегодня. 1 августа. Выборка для профессии уход за больными на дому. И СВО, в общем, для квалифицированных работников за пределами Канады. Чистой выборки сегодня не было. Ну, балл там что-то был 709, если я правильно помню. Ну, невысокий. У нас 740. Если бы мы были в профессии по уходу за больными на дому, то... То понятно, да? В общем. В общем, вы все поняли. Все. На сегодня все. Рассказывать нечего. Мы потом пойдем на площадку. Очень жарко. Прямо шкиряка припекает. И завтра поеду. Отвезю. Может... У меня будет даже собеседование. В общем, берегите себя родных и близких. Мирного вам неба. Теплого солнышка. Увидимся с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok